Боль – это очень широкая область. И каждый находит свою нишу в этой большой области. Для меня своей нишей является исследование механизма боли при мигрене. Оказалось, что эта область значительно отстает от других фундаментальных механизмов понимания боли. Такой, как канцерная боль при онкологии, боль при кардиологии, нейропатическая боль. И во многом это было связано с тем, что для мигрени не было адекватных моделей на животных. Ведь во многом наука движется благодаря тому, что на крысах, на мышах, на более простых организмах мы исследуем то фундаментальное, что лежит в основе базовых физиологических или патологических процессов. А потом переносим эти знания в клинику. С мигренью долгое время вот эта область исследования на животных отставала. Но вот сейчас разработаны методы, в том числе те, о которых я говорил. И это сильно ускорило. Это была как мощная инъекция для того, чтобы народ обратил внимание на эти проблемы. Научные фонды в разных странах стали организовывать конкурсы, в которых стала звучать проблема мигрени. Есть преобладание мигрени у женщин. Это связано с определенными гормональными циклическими изменениями. Примерно в три раза мигрень более часто встречается у женщин. У мужчин часто это связано с физической нагрузкой. Я лично верю, что много мигрени, не одна однотипная мигрень. А это означает, что к каждому пациенту надо персонально подходить, понимать механизмы развития данного заболевания у данного пациента и назначать индивидуальное лечение. Панацеи нет и полностью эффективных средств лечения мигрени до сих пор нет. Редактор субтитров А.Семкин